Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в фермер-симулятор на карте USA OGF И у нас сегодня большой спрос Большой спрос на кукурузу, которую мы копили буквально несколько Ну, наверное, внутриигровых лет, да? Если считать, что один урожай это один год Вот, у нас на складе было 5000 тонн кукурузы Сейчас осталось немножко поменьше, я частично уже продал Вот, и сейчас еще буквально 2-3 прицепа мы с вами сделаем, продадим И купим долго такой вот ожидаемый ветрячок Ветряк, с помощью которого мы будем продавать деньги Продавать электричество и получать деньги, да? Продавать деньги государству И, собственно говоря, я так думаю, что нужно еще будет купить нам с вами солнечные панели Которые позволят делать электричество для наших, ну, тех подсобных таких вот Даже, не знаю, отделений хозяйства, что ли, как это можно так назвать Ну, для свинофермы, для овцефермы, для коровьей фермы Везде, чтобы у нас было свое электричество, чтобы мы его не покупали Но это так мы говорим, да? На самом деле мы еще будем и получать за это деньги По 10 тысяч с каждого, как вы знаете С каждой солнечной панели И 100 тысяч с ветряка Это если на средних настройках играть Мы же играем с вами на харде Поэтому будет немножко поменее Но все же Я считаю, что все же неплохо Так, ну и Как вы поняли, это последняя у нас уже серия на этой карте Больше у нас не будет Поэтому мы сегодня же подобьем с вами какие-то итоги этой карты Что мы вообще здесь сделали Что, возможно, мы что-то не успели сделать Или еще какие-нибудь такие вот нюансы Которые мы с вами не посмотрели Не доделали, не узнали Возможно Я не говорю, что мы абсолютно все здесь изучили Но, тем не менее У нас с вами есть, как вы видите Топовая техника У нас по 2-3 экземпляра Каждой техники буквально есть Например, тех же самых вот лизертов У нас 3 штуки 2 топовых комбайна Кейза Крон Также Тайгер Для того, чтобы свеклу собирать И обыкновенный стандартный комбайн Для того, чтобы собирать картофель Вот, кстати, с картофелем и со свеклой Не так у нас, чтобы очень уж, знаете, хорошо получилось Потому что в основном мы, конечно же Были ориентированы на сбор Урожаев зерновых Ну, в общем, мы смотрели с вами на большой спрос Вот, а так как картофель почему-то и свекла В большом спросе довольно-таки редко значились Поэтому мы, собственно говоря, их только с вами сели в самом начале Так, ну что, миллион девятьсот Миллион девятьсот Двадцать минут еще остается Но я считаю, что нет особого смысла сейчас До конца все это дело продавать Поэтому мы поставим с вами грузовичок Где-то здесь, чтобы он нам не мешал Я бы даже, наверное, знаете, что сделал Мы сейчас с вами возьмем грузовик И на нем будем кататься На этом самом грузовике Будем проедемся по всем фермам Которые у нас с вами есть, как я уже говорил Вот, и посмотрим Окинем все взглядом Подведем итог Так, где-то здесь я знаю, что у нас с вами стоял пустой грузовик Вот он Под навесом все аккуратно сделано Все правильно сделано Так, ну что же, для начала давайте мы с вами сгоняем в магазин В магазине мы купим ветряк И купим солнечные панели Которые расставим там, где нам с вами нужно Также я считаю, что нам нужно докупить немножко ульев Чтобы уж Ну, во-первых, круглое число Чтобы у нас было там, кажется, девять, да Или восемь у нас До десятка мы догоним Вот, теплиц Я думаю, что нет смысла Покупать Ставить У нас с вами есть они Мы попытались Посмотрели, как это все делается Как это все работает Если кто не знал, вдруг Вот, поэтому Так, что это застрял-то Как-то непонятно Менеджер не пускает в магазин Говорит, ты сейчас все выкупишь Так, давайте смотреть Распродажи, модификации Вот, статичные Да, ульев у нас с вами девять Поэтому мы покупаем еще один улей Ставим вот в ряду Вот сюда, вот его Так Также покупаем, как я сказал Ветряк Миллион двести Вот И ветрячок Я считаю, что нам нужно Где-то поставить Вот здесь вот На горе На горе Не очень далеко От нашей с вами фермы Вот здесь вот Я считаю Где-то будет идеально Он стоять Вот смотрите Тут у нас дорожка Вот как раз, да Дорожка И Вот типа ходят Здесь обслуживают Этот ветрячок Сразу же он начал Вращаться И денежку нам зарабатывать Здорово Так И Солнечных панелей Мы с вами купим Насколько Хватит денег Так Свиноферма, да Солнечная панель Здесь нужна Потому что Нужно электричество Вот здесь она будет Я считаю Прекрасно стоять Вырабатывать Также нам нужно С вами вот здесь Солнечная панель Где тут побольше Солнца Вот здесь вот Это у нас Силос будет И вот здесь Вот на коровью ферму Кроме того Нам с вами Нужна солнечная панель На овцеферме Вот где-то здесь Пускай стоит Или вот здесь Не суть важно Да вот тут поставим Вот Прекрасно Так И у нас с вами Еще 300 тысяч Я так думаю Что нам нужно Знаете Где поставить Отель У нас же с вами Есть отель Свой собственный Вот он Который приносит 2500 Поэтому мы С вами Поставим Вот здесь Вот панель И теперь В нашем отеле Будет горячая вода Всегда Так И у нас Еще 183 тысячи Даже не знаю Где еще мы Можем с вами Поставить У нас таких Вроде бы Как и объектов Нет В курятнике Точно свет Нам не нужен Ну давайте Тогда на ферме На нашей Вот Возле дома Рядом у дома Где-нибудь Здесь вот Поставим Панель Или вот здесь Вот на огороде Вот Хорошо 58 тысяч На все Про все У нас С вами Еще есть Ну что же Давайте Смотреть Давайте Теперь Проинспектируем Все то Что мы С вами Купили На что Мы копили Где мы С вами Деньги Зарабатывали И куда Вкладывали Силы Начнем Пожалуй Давайте Мы С Нашего Супер Отеля 5 звезд Я бы И сам Там Снял бы Номерок Да Отдохнул бы После Фермерской Вот такой Шебутной Жизни Так Вот он Наш Отельчик 2500 Он нам С вами Приносит И Вот она Наша Панель Здесь Смотрите Даже Коробка Распределительная Рядом Стоит Здорово Здорово Выглядит Современно Да Теперь Вот Как-то Целая Куча Постояльцев У нас Всегда Это Что Такое Какая Там Амфибия Я бы Даже Сказал Анвалид Какая-то Есть На что Посмотреть Туристам Которые Приезжают Сюда И Порт У нас Тут Есть Прогулочные Экскурсии На Кораблях И Формула 1 Вот Не знаю Как Насчет Шума Да Но Ночью Они Не Ездят Это Только Когда Соревнования Поэтому Пока Что Никто Из Постояльцев На Шум Не Жаловался Так Сейчас Заскочим Естественно Посмотрим На Наш С вами Ветряк Который Проносит Уже Деньги С Каждым Взмахом Пропеллера Нам С вами Капает Денежки Кстати Вот Здесь Вот У нас Кинотеатр Туристы Тоже Туда Ходят Просто Не Фермерство А Какой-то Туристический Рай Может Быть Мы С вами Неправильно Да Неправильную Сферу Области Область Действия Взяли Сферу Нужно Было Туристическим Бизнесом Заниматься Туристы Есть Чем Заниматься Им Тоже Есть Так Там У нас Ну Не будем Мы туда Заходить Там У нас Солнечная Панель И Вот Здесь Вот У нас Ветричок Здорово Мне Нравится Мне Нравится То Что Он Зарабатывает Деньги Сюда Еще Войти Да Подняться Наверх Но Здесь Тоже Неплохо Смотрите Виды Какие Открываются Самое Главное Что Это Все Мое Кстати Отсюда Даже Мы Можем Видеть С вами Улья Через Поле Через Поле Через Лес Так Вот Как Оно Все Выглядит Смотаемся На Овцеферму Там Посмотрим Еще Вот Но Насколько Я знаю Там Уже Все Продано То Есть Шерсти Там Нет Она Потихоньку Накапливается Но Естественно Было 400 тысяч До Того Как Я Начал Продавать Урожай Вот И Эти 400 тысяч И на Шерсти Были Заработаны И на Молоке С Коровьей Фермы Кстати Первый раз Я здесь Прокатываюсь Круто Ну-ка Давайте Выйдем Хорошо Так Да Ветряк Который Будет Виден Наверное Со Всех Углов Карты С Любой Области Карты Будет Виден Ветряк Вот Здесь Можно Даже Было Бы Попрыгать Покупаться Так Ну Мы С 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 Собираем Чемоданы Доедем На Багамы Все Как Всегда Купили Ветряк Это Значит Что Окончание Карты Мы Все Сделали И Теперь Мы Можем Спокойно Отдыхать Денежки Будут Ити Так Вот Они Наши Овечки Немного Но Все Ж Так И Где-то Здесь У Нас Где-то А здесь У нас С вами Вон Она Панель Которая Приносит Электричество Для Стрижки Овец Для Освещения Да Вообще Для Всего Так Хорошо Это Все Хорошо Да Действительно У нас Смотрите Вроде Как Нет Да Ничего То Ся Шерсть Продана Там Буквально Чуть Чуть Есть Собирается Так Ну что же Давайте Тогда Сгоняем Посмотрим Оценим Улья И посмотрим На Корою Ферму Также Посмотрим На ту Технику Которую Мы С вами Взяли Вот Что-то Возможно Мы Не Купили Из Того Что Можно Было Б Купить Но Все Таки Топовая Техника В основном Топовая У нас С вами Есть Нет У нас Крона Топового Крона Но В принципе И без Него Неплохо Здесь Мы Справлялись Собирали Солому С полей Делали Силос Вот Для этого Совершенно Не нужен Был Топовый Крон Поэтому Мы Его И Не Брали Опа Как-то Я Даже Так Просто Перелетел Да 80 Км В Час Все Таки Развивает Наш С вами Автомобиль Так Коровки Наши Буренки Приносят Молочко И навоз Также Вы видите Вот этот Прицеп Для навоза Который Разбрасывает Его Для Твердого Навоза Это Насколько Я знаю Модовский Прицеп Кстати Все Которые Вы Видите Здесь Модовские Прицеп Техники И так Далее Все Вы Можете Скачать По Ссылке Под Видео Вот Эта Вот Бочка Это У нас Разбрасывает Жидкие Удобрения И Здесь Где-то У нас Есть Находится Бочка Которая Позволяет Заправлять Вот Эту Бочку Подъезжать На поля Ставить И К ней Потом Подъезжать Вот Этой Бочкой И Заправляться Хорошая Штука Мне Нравится Цепляется Она К Лизарду Так Я То ли Застрял Да То ли То ли У нас Какой-то Тут Фриз Появился Подлагивает Немножко Игра Так Но Это Собственно Горя Не так Уж Важно Дело В том Что Очень Много Всяких Объектов И В том Числе Модерских Объектов У нас На Карте И Иногда Бывает Такое Что Подлагивает Вот Наши Селки 15-метровые Вот Наши Хорши И Вот Эти Вот Две Бочки Это То О чем Я Говорил Вот Это Зеленое Это Для Того Чтобы Подвозить Удобрения На поля И Дозаправлять Удобрялку А Вот Это Голубого Цвета Вы Уже Знаете Что Это Заправлять Наши Теплицы Подвозить Воду Вот Ну И Два Комбайна Два Комбайна Два Кейза Топовых Давайте Влезем Внутрь Посидим Немножко Здорово Серьезно Он выглядит Так Не менее Серьезно Он и Убирает 13-метровая Жатка Позволяет Довольно-таки Эффективно Убирать Вот Эти Вот Наши Огромные Поля Как Вы Видите Да Вот Вот Эти Вот Все Поля Объединены Вот Эти Вот То же Самое И Чтобы Их убрать Конечно Ну и Свиноферма Вот Как знаете У нас тут Свинки Смотрите От радости Даже он Валяется Вываливается В грязи Вот Ну и Вот Сюда Они По идее Должны Автоматом Заходить Но Так Как Мы С вами Помните Продавали Да Скорее Всего Здесь У нас Просто Нет Пока Что Продавали В прошлой Части Видели Что Стоимость Одной Свиньи Не Такая Уж И Большая Кстати Вот Смотрите Даже Отсюда Видать Наш Ветрячок Здорово Так И Здесь Вот Я вижу Собран Навоз Да Лизард Стоит Как-то Так Вот Довольно Таки Занятно Наведем Порядок Так В общем Мы С вами Осмотрели Технику То Что У нас Есть Не Смотрели Только Мы С вами Еще Вот Эти Вот Комбайны Но Собственно Их Осматривать Тут И Нечего Это Грим Который Позволяет Нам Собирать Картофель Дальше Это Тайгер Который Позволяет Собирать Свеклу Как Вы Знаете Модовский Отличный Комбайн Я Считаю У Него Огромный Бункер На 40 Все Это Тоже Есть По Ссылке Под Видео Вот И У Нас С вами Вот Есть Крон О Которым Я Горел Биг 1100 Так Это Топовый Да Это У Нас Кажется Топовый Давайте Проверим Действительно Ли Это Так Так Распродажа В Собственности Собственности А Нам Нужны Нужен По Типу Уборочные Машины Биг Тоже Хорошо Вот Это У нас Прицеп Как вы Знаете Для Перевозки Моносмеси Вот Тоже Модорский Ну Что Мы С вами Вот Теперь Уже Все Осмотрели Все Комбайны Все Трактора Все Не все Но Практически Вот У нас Кейзы Два Одинаковых Также У нас Есть Вот Дойц Прям На поле Стоит Вот Еще День Даже Три Кейса У нас Четыре Кейза Ну Естественно Крутые Крутые Трактора Довольно Таки Производительные Выглядят Ну Просто Отличные Я считаю Современные Вот Внутри Вот Так Вот Выглядят С Компьютером Ну Что Ж Я буду На этом С вами Прощаться С Фермером Всем Которые Которые Работали На Этой Ферме На Полях Отдельная Благодарность Вот Всем зрителям Которые Сопереживали И смотрели Да За этой Эпопеей Которые Мы тут С вами Развивали Хозяйство Что-то Продавали Где-то Какие-то Ошибки Допускали Не без Этого Естественно В общем Всем зрителям Спасибо за Внимание Всем фермерам Тоже Спасибо Всем Удачи На этом Мы Эту Карту Заканчиваем И Переходим К следующей Следующая Серия У нас Будет Новая Карта Всем Удачи Всем Пока Продолжение следует